Итак сейчас мы должны сделать из ваты основание нашего бутона. Немножко полоску уберем и сантиметров 15 и у нас одна сторона более плотная а вторую сторону мы немножко уменьшаем чтобы у нас на конус шло и то берем основание розы покроем клеем лучше если нам уберем лепестки чтобы нам не мешали немного натягивая накручиваем много 12 достаточно надо нанести клей пальцы обмакнуть в воду и немножко пройтись сжимая нашу вату все у нас основание видите готово итак у нас подклейка сейчас это основание бутона подсохла берем подклейку на основание наносим клей я специально здесь по центру повыше беру чтобы держалась немножко она же мне отвисала и прикладываю так чтобы у нас идет вот он так видите открыть все происходит и сверху кладу немножко отрежем я беру проволоку вы можете взять нитку стянуть стянуть у нас клей здесь повышен центральный немножко прижмем чтобы прилегала остальные могут спадать вниз смотрите все и вы видите у нас бутон готов основание эти у меня уже вырезаны я вам покажу как вот у меня наклеены основные из атласа уже покрашены я проложил проволоку 28 номер я вам показывал в других мастер классах вот единственное что хочу сейчас вам показать как вырезать зубчики я вам показывал но сейчас покажу еще раз смотрите внимательно обратите внимание я постоянно делаю волну видите и вот где я вышел я туда оставляю ножницы делаю вниз потом немножко вправо потом опять вниз у меня получается волна потом не убираю ножницы разворачиваю и опять иду волну вправо потом опять влево волну и вправо опять выхожу и с обратной стороны точно так же вхожу в лист делаю полукруг немножко надрезаю и разворачиваюсь не ножницы у меня не выходят из листа из внутренности просто разворачиваю и полукругом выхожу видите теперь я вхожу в этот же самый угол и опять полукругом и опять делаю немножко влевее и и опять и иду полукругом и выхожу и опять у меня лист готов и так вот мы делаем все листья и так как видите у меня уже паяльник нагрелся я фиксирую основание и по центру листа делаю линию провожу по проволоке и затем беру я от проволоки и иду полукругом к краю полукругом переворачиваю и с другой стороны от проволоки к краю и теперь здесь прохожу между теми линиями которые у нас уже есть переворачиваю и с другой стороны по краю и между линиями вы видите вот он готов и так мы должны обработать все листья теперь я беру проволоку тейп-ленту и клей беру спашку и наношу немножко клея должен на край проволоки нанести нанести клей и тейп-ленту закрепить ее и опускаемся на 2-3 сантиметра в природе в природе там идет практически у всех расстояние от листа до следующего ряда листьев где-то 2 сантиметра но мы делаем так как нам нравится в японских книгах там даже лепесток идет вот так где-то 2-3 сантиметра они делают более художественный образ внутри таком расстоянии вы можете делать тоже так же так как вам нравится не забываем иногда вместе клей как вам нравится это все может единственное что вы должны точно делать проволоку от листьев точно располагать по главной нашей проволоки чтобы эти две проволоки не перекручивали нам проволоку основную так как это будет видно должно быть гладко ровно готов итак у нас все уже подсохло последнее мы должны делать завершение прикрепить наши листья берем тейп ленту нанесем клей розу итак Прикрепляем первый лист, немножко опускаемся нише и второй на противоположную сторону и не забываем ленту немножко подтягиваем и под 45 градусов ее прикрепляем Роза у нас готова, вы видите, что роза готова и вы можете внешние лепестки собирать так, как вам нравится и количество менять. Если у вас есть вопросы, пишите, постараюсь вам ответить и помочь создать новые сорта роз. Желаю вам удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова